Мы во Львове. Прекрасный европейский город, в который нужно возить обязательные экскурсии с Донбасса, чтобы Восток увидел, как живут нормальные, достойные люди и поучился культуре и толерантности, чтобы хотя бы детей своих начать воспитывать правильно. Пока на Донбассе взрослые люди играют в опасные игры, на Западе дети со всей ответственностью и серьезностью делают для Украины гораздо больше, чем все политики вместе взятые. Здесь, в Шевченковском Гаю, во Львове, в День Святой Троицы, дети со всей страны сделали большое дело. В их маленьких руках оказались все кусочки Украины. Бережно и с любовью отнеслись дети к каждому региону, проявив свои творческие таланты. Запад и Восток, Север и Юг, Луганск, Львов, Одесса, Киев, Днепропетровск, Крым. Вся Украина оказалась в руках ее детей. Когда смотришь на карту Украины, видишь большой пазл из 25 кусочков, а дети – мастера собирать пазлы, даже такие большие. С самого детства прививается человеку достоинство и любовь к родине. И думается, если на Донбассе возможно то, что происходит сейчас, значит, те, кто взял в руки оружие, слушал в детстве не те сказки. Украина – большая и неделимая. Это наш общий дом, наша дружная семья, в которой все будет хорошо в самое ближайшее время. Эти, казалось бы, прописные истины совершенно естественным образом приходят в голову после нескольких дней во Львове. Здесь невольно проникаешься патриотизмом и настоящей любовью к Украине. Этим детям, которые собирают Украину в единое целое, можно в будущем доверить судьбу страны. А взрослым нужно почаще оглядываться на детей, чтобы не заниматься глупостями и не воевать на родной земле в пользу чужого государства. Да, кстати, думается, что если бы у Путина в его 60 с лишним лет уже наконец родились внуки, то он бы, может, отвалил уже от Украины. Мира нам всем и слава Украине!